То в кои-то веки мы наконец-то в Анкоре, и можно говорить в Анкор-Вате, да? Мы уже в Анкор-Вате. Он к тебе же, Лёша, в Анкор-Вате. Канал Забытые Руины, друзья, YouTube-канал, и с нами прекраснейшие эксперты, друг канала Забытые Руины, Алексей. Если меня нет в Камбодже, то вы всегда смело обращайтесь к Алексею, потому что Лёш, конечно, невероятно эрудит, и готов рассматривать разные версии, Лёш, широкое мышление, рассматривать и официальные трактовки, официальная, например, трактовка, то, что здесь слоны проходили, мы ещё об этом говорили, увидите в видео и проговорим, поэтому ступени не предусмотрены с одной стороны, и рассматривать множество версий переделок, потому что Анкор и Анкор-Ват, в частности, это недострой, а мы ещё видим, и недооткоп. То есть перед нами сооружение, которое просто предпочит не откапывать. А почему они вот это не убрали? Потому что тогда я вот так вот в перчатках, ребят, потому что у меня обгорают руки, солнышко, очень климат, здесь, конечно, жаркий, потому что тогда у нас к этой двери вообще не будет никаких сейчас ступеней нет, тогда туда просто доступа не будет, то есть всё значительно было ниже. Мы видим лишь переделанные и подправленные ступени с одной стороны, мы уже рассматривали с вами, и их полное отсутствие. Слушайте, ну здесь очень неоткопанные. Прямо проработка, проработка, но они, конечно, могли подправлять вот этот ещё недоделанный наг. То есть змея или змееподобное существо. Вот они, наги. Наги оформляет у нас прекрасные проходы к зданию. Оформлены тоже, как залость бы. Ну вот тут вот видна действительно проработка ручным. Маленькое зубило, вот его прорабатывали. Непонятно, зачем нам вот такие дыры. Но есть объяснение, Лёша рассказывали здесь барахманы о том, что это в крепи... Здесь заливался, был оформлен фосфор. И фосфор потом светился, потому что для транспортировки они симметричны. Очень много этих блоков. Вот наг утрачен, но мандало в его центре, конечно, такой мандалообразный декор. Он, конечно, впечатляет. Здесь точки, маленькие высверлы в песчаники, сильная эрозия. И вот я хотел показать, как у нас идёт с одной стороны грубая проработка, с другой стороны, как у нас идут вот эти линии. Здесь как будто сбито. Здесь вообще вставка интересная очень. Замена какая-то произошла на каком-то этапе. Но мы его, понимаем, пересобирали. И вот опять у нас ограничивается инструмент. Здесь он проходит. Здесь опять... Здесь непонятно, по какой причине он... Почему так-то произошло? Почему? Что за сбой? Почему здесь вот такой вот переходик? Мне предложили, искали перчатку с открытыми пальцами. А во Вьетнаме говорят... Ой, во Вьетнаме, в Камбодже нам продавщицы говорят... Да я вам обрежу. Взяла и просто отстригла. Поэтому хожу вот так вот смешно. Сложно очень вот этот вот переходик. Зачем вот его обеспечить? Тончайшие просто линии вот эту грань наклонную выделять. Это же дополнительные сложности. Вот они здесь вышли. А здесь прям как будто, слушай, опять как инструмент упирается. И вот это незавершенная работа. Подожди, знаешь, что я тебе скажу? Вот нужно быть аккуратным с этой балюстрадой. Да. В принципе, с любой балюстрадой. Потому что вообще эти балюстрады были найдены, конечно, не в таком состоянии. Это все валялось на земле. Кустов не хватало, и они замещали некоторые куски, сами изготавливая. И так как прошло уже довольно много времени, эти куски уже тоже потемнели. Ну, то есть вот мы видим, что это старый, да? Да. Даже не сомневаемся. Вот тут я уже начинаю сомневаться. Вот это я уже сомневаюсь. Потому что меня, вот это меня тоже смутило. Но с другой стороны здесь есть дырки. Стоит всего все-таки на стороне. Смысл, вряд ли они имитировали бы вот дырками. Да, это не стали делать. Но вообще в балюстрадах часто ты встречаешь именно вот за ним. Ага. То есть чем такие объекты сложны к восприятию? Потому что мы не знаем, где... Ну, оригинал можно увидеть, но спутать тоже легко, к сожалению. Это не легко, и с помощью современных технологий не сложно. Ты знаешь, вот общее впечатление, что вот это вот правда заменяли, вот допустим. Вот это замена сильно хорошо. Это точно замена. Точно замена, да. Но вот тут конкретно зубило. Вот это вот прям маленькое, короткое зубило. Когда мы встречаем длинные и дальние линии, вот они по аналогии делали. Вот это старый. Вот это старый. Но они по аналогии, они пытались его воспроизвести. Они правда пытались его выполнить. Так, Леш, сам центральный вход. Давай просванов еще раз. Да. Во-первых, у нас вот просто по порядку. У нас здесь вероятнее всего не откопано. Не откопано. То есть это в принципе все уровень. Это же не нанесли земли, ее просто не убрали, наверное. Вот под нами минимум 2 метра. Минимум еще оттуда, я думаю, даже побольше. А это еще без фундамента. Мы даже не знаем, на чем это все установлено. Какой был вход, как это все было организовано. И почему здесь на самый, вот это главный вход получается, да? Не главный, но центральный. Главный на противоположной стороне. Но это центральный. Но это центральный с восточной стороны, да. То есть на восточной он центральный. Давай по нему. И тут отсутствует ступенька. Подходи, если не сложно, подойди. Просто чтобы понять высоту, насколько он огромный. И я покажу, вот Алексей подойдет. Чтобы вы понимали, что вход есть, а ступеней-то у нас нет. В принципе нет. Они не сделаны, не выполнены. И предположим. Вот. Твой рост 2... Метр 7-6, метр 80 условный. Вот Алексей, метр 80 ростом возьмем для простоты, для понимания счета. Леша, они конструкции вообще не предполагались. Может быть и там тоже не предполагались, понимаешь? Ну, потом пробиты, уже подправлены. Ну, не важно. В общем, версия такая у французов. Давай, да. Задержить дыхание, как задорно в грибке, потому что сейчас будет анекдот. Да, да, да. Давай. Это гапура. Ну, гапура это входной павильон. Любой индуистский храм, да, так называется. Гапура. Так вот, это гапура называется слоновья гапура. То есть, французы объясняют нам, что это был хозяйственный вход. Ну, разумеется, а то и видно. Куда подъезжали слоны, которые на своих могучих спинах везли ящики со свечами, с ароматическими маслами. В общем, все, что требуется для функционирования храма. И здесь они разгружались. То есть, вот такая вот замечательная. Чтобы два раза не вставать, решили ступень не делать. А здесь, ну, вот трудно. Вот животное. Вот оно даже вот сбоку. Я просто по соотношению. Во-первых, высота непонятна нам, сколько сочетаема. Ну, проблема, Алеша, но неудобно. Но там ведь вообще маленькое пространство. Неудобно. А я к тому, что если это делать для разгрузки, во-первых, какая нужда делать самый центральный, вот именно вот по такому принципу. Какой смысл вообще в этом? Это все равно усложнение. Там очень маленько, ладно, слоны груз. А потом ты их перегружаешь. Ты на раз упадешь под этого слона. Конечно. Ну, вот объяснение, мягко говоря, жиденькие. Понятно, что они как-то должны объяснить были. А теперь вот смотри. Вот эта вот ступа. Да. Я все время забываю, какими годами она датируется. Но, по-моему, как раз где-то в 16-й может быть. Ну, то есть позднее. Исключительно позднее. Причем не настолько позднее, да, заметь. Но она, в принципе, скорее всего стоит так, как она и была поставлена. Ага. То есть засып произошел где-то до 16-го, получается, века, да. Если она 16-го, могу наврать. Потому что вот это, в принципе, высота ступы. Это нормальная высота ступы. И ее, ее видно, она такая кривоватенькая, простая достаточно. То есть ее здесь, в принципе, быть не должно. В 12-м веке не было. Не было точно. Ну, и она сделана из лотерита, который пилится, когда он мягкий. Ночами, ты говорил, да, его можно пилить? Ну, как мне к меру объясняли, ночами они его добывают, а потом на солнце он затвердевает. Твердит. И вот он такого металлического оттенка. Еще на ступе видно, что ее просто оформили штукатуркой. Она до сих пор фрагментами уцелела. То есть она была декорирована, как и все ступы у нас отштукатурены. Это действительно так. В Непале был, например, там тоже все штукатурены. Верхушку пытались, подчеркнул, фрагменты брали из песчаника. Но прям фрагменты. Вот с одной стороны, с другой стороны они уже не продолжаются. Я просто по поводу засыпа, да. Да, что она после засыпа произошла. После засыпа явно поставлена. Но теперь давай проблему засыпав, раз уж мы ее подняли. Официальное у нас объяснение. Много метров все это было засыпано, потому что... Ветер на носы песка. Вот такое официальное объяснение. То есть столько песка он надул именно сюда. При том, что здесь джунгли непроходимые были, которые не предполагают. Это не равнина, когда ветер несет просто по пустыне барханы, меняя и поднимая в одном месте и перекладывая их в другое. Здесь мы не имеем даже песчаных гор, которые просто рассыпаются. Здесь очень ровная местность. И редкие горы мы вчера с тобой смотрели. То есть география, вот эта вот версия, она ландшафтная и, в принципе, природная. С точки зрения вот этих богатых зарослей, которые будут все задерживать. В том числе, какой должен быть ветер, чтобы он через все джунгли пронес песок и много-много метров засыпал песка. Ну, как-то все... Тогда все города должны, деревья должны быть засыпанными. Я очень сомневаюсь, что у нас эти деревья безостановочно так вот росли. Плюс еще, знаешь, что считается, ну, возможно, как оно и есть, что Ангкор-Ват никогда люди не покидали. То есть тут всегда жили монахи. Они могли бы, по крайней мере, подметать, правильно? Ну, если мы берем внимание версию о засыпи с помощью наносов ветра, понимаешь? Да ну как-то... То есть, ну, это можно было бы всегда как-то... Регулировать. Да трудно представить, что вот это все заносило. Как вообще жить в местности, которые так заносят песком? Это все время задыхаться, ты задохнешься. Ну, серьезно, при таких масштабах, вот сколько здесь вот этого песка, это должно только сплошная пыльная буря, непрерываемая вообще находиться. Ну и плюс еще, мы не забываем, что Камбоджа это водная страна. Да, в том... Сезон дождей здесь просто одно болото. Вся страна одно болото. Болото, но это... Никаких песков быть не может, никаких ветров и так далее. То есть, это очень короткий сезон, когда сушь и когда несколько месяцев всего лишь сухого климата. А в остальное время этот песок должно смывать на самом деле. Его все равно с верхних, а мы же на верхней, все-таки это более высокие точки. Его как минимум должно смывать. Вот такая реставрация, она, конечно, смешна по сути, но она больше для безопасности, просто закрыли, чтобы не разрушало и все. Вот такая реставрация мне очень нравится. Согласен, что она... Вопросов я не имею. Если бы это блок, как попало, его бы резали, только бы испортил вид конструкции. Вот я согласен. Ну, ступы видно, что вот ее брали, они брали элементы, вон они брали уже другие, выламывали, я так понимаю. Ну, может быть, даже не выламывали, может быть, это все на земле. Отломано, да, ну, нарочно не выламывали. Про слоистость ты рассказывал, вот, вот оно слоится, проблема очень большая. Но это качественный песчаник. Так, вот Яна уже пошла по ступеням. Здесь ступени проработаны, здесь ступени оформлены, здесь они симметричные, здесь они аккуратные. То есть тут вот они как будто бы присутствуют. И здесь даже сбоку у нас все это декорировано. То есть вот как ступени, но опять же вот это, вот это вот, я не скажу, что оно аккуратно, это не ногами же протоптанно, это вот прям не удалена порода. Здесь как будто грубоватенько. Смотри, тут орнамент даже начали делать, а вот они завершили. То есть опять незавершенность. Как незавершенность, вот это только набито, только подготовили и все, это не эрозия, это еще его не успели завершить. Ну, так и говорят, что в Анкур-Вате можно найти все стадии строительства храмов. Ага. То есть это полной завершенности до полной незавершенности. Дело в том, что у нас именно такое же везде, мы наблюдаем эту картину. Ох ты. Вот эти замечательные. Уже неба, это уже горь. Господи, Господи, Леша, какая роскошь, какая роскошь. Друзья, мы сейчас будем ходить внутрь павильона. Смотрите на канале Забытые руины продолжения. Но подписывайтесь на канал Алексея в телеграммы, в YouTube. Я размещу данные Алексея, его ресурсы в первом комментарии закрепленном. И книги, в том числе и сказания о Титанах, уже изданы, готовы к продаже. Поэтому приобретайте, поддерживайте наши экспедиции. И мы с вами продолжаем путешествовать по Камбодже, по Анкору.